Здравствуйте, это Запад24. Вы смотрите «Говорит Ачинский». Если вы думали, что наша программа пропадет после выборов так же, как обещание некоторых избранных депутатов, вы сильно ошибались. Напоминаю, в этой программе мы поднимаем накипевшие вопросы и актуальные проблемы нашего города. Если у вас такие имеются и вам есть что сказать, пишите, звоните нам по номеру телефона, которое видите на экране. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о главной площади перед городским дворцом культуры и территории вдоль улицы Зверева. А ведь это долгая история, как в прямом, так и в переносном смысле. Напоминаю, Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска затеял благоустройство площадей. Работы на объектах начались в июне этого года. Срок сдачи проектов определен в середине августа 2020. На сегодняшний день просрочки уже два месяца. Мы узнали, что говорит Ачинс по поводу всей этой перестройки. Конечно, надо, но то, что затягивается, это плохо. Скорее всего, деньги разворовываются просто. Взялись, ну что ж, не бросать, пусть доделывают. Ее каждый год переделают и ничего нормального сделать так и не могут. Ремонтируют все лето. И сдвигов нет, наверное, и будущий год она также будет ремонтировать все лето. Не исправляются, лучше вы сами видите. Да разруха полная. И безхозяйственная. Это же ужас какой-то. В такой грязи сидим, просидели все лето. Уже недавно должны делать, такие деньги отпустили. И сидим в грязи. Честно, уже сил нет. Очень долго делают. Живем рядом, шум постоянный, грязь. Могли бы побыстрее насправиться. Что было, это, конечно, намного лучше, намного чище, благоприятнее. Ну, если честно, удивительно, что все так долго длится. Здесь деток очень много. А парковки-то, вот подвезти ребенка к больнице, вот где им ставить машину? По идее, если это детская поликлиника, то все равно должна была стоянка какая-то быть. Если подъезжать, они будут вовнутрь двора, правильно? Угу. Там еще позаставлено. А с колясками как-то ездить. Ужасно отношусь. Это просто закапывание денег некуда. Это ужас какой. Ну, посмотрите, ну что это такое? Деревья срубили. Стоянка здесь была не запланирована. Тропинки, вот. Как их будут чистить зимой? Кто по них будет ходить? Это ужас. Это ужас. Столько деревьев уничтожили, сколько еще погибнет. Они же не выживут. Они же все пропадут. Итак, легкая справка, но очень важный момент. В 2020 году благоустройство общественной территории по улице Зверева было выбрано в рамках голосования самими Ачинцами и выполняется в рамках программы формирования современной городской среды. Благоустройство площади ДК – это муниципальный проект общегородского пространства. Ачинск от А до Я – яркий акцент на карте мира. Это разные проекты и разные подрядчики. Но вот, к сожалению, проблемы одни и те же. Как утверждает подрядчик, то погода не та, тут еще эта пандемия, поставщики не подвозят материал, нет рабочей силы. Глядя на все это, администрация угрожает штрафом. 4 тысячи рублей за каждый день просрочки. И грозит даже разорвать контракт. Но эти угрозы, судя по состоянию дел, воспринимаются безответственными строителями, как детский лепет. Прикинь, Петр Хохлов у себя в Инстаграме пишет, что он на объекте каждый день. Где он каждый день? Вот мы с тобой здесь каждый день. Ты замерз, а я вообще замерз. Мужики вот здесь весь день, вот с 12. Может, что-то из них, Петр Хохлов? Пойдем узнаем. Здравствуйте. Скажите, вы не Петр Хохлов? Нет. Может быть, вы Петр Хохлов? Нет. А вы его не видели? Нет. Даже не знаем, кто находится. Ага, спасибо. Здравствуйте. Скажите, вы не Петр Хохлов? Алло. Вы не Петр Хохлов? Вы не Петр Хохлов? Нет. Нет? А его сегодня здесь не было, не видели? Нет. На сегодняшний день известны новые сроки сдачи объектов. 1 октября. Но невооруженным глазом видно, что ребята вновь не успевают в них уложиться. Как вы считаете, успеем 1 октября? Мне кажется, нет. Нет? Конечно же, не успеют. Нет. Октября. Нет, не успеют. Да нет, конечно. Нет. Не успеют. Я думаю, нет. Я вот каждый день здесь схожу, 105 человек работают, что они могут сделать. Сейчас пойдут дожди. Вот буквально. Я через два, через три. Никуда не успеют. Они хорошую погоду ничего не делали. Три-четыре человека работают. А сейчас что они могут сделать? Нет. Как и блю следующего года, может? Не успеют. Не успеют. Мало народу делают. Вы посмотрите, копаются совсем мало. Я тут как-то проходила, вообще никто не работал. Никого не было. Не успеют? Никого. А не выходной день был рабочий. Не знаю, будем надеяться. Нам бы очень хотелось, чтобы они успели. Потому что, ну, уже не пройти, не проехать. Нет, конечно. Нет. Там еще бардак такой, что... Нет, нет, не сдадут они. Это останется до весны. А весной, как попало опять. И все. Что будет делать администрация? Наложит новые, более жесткие штрафы? Или разорвет контракт? И закинет компанию подрядчика в черный список? Мы еще узнаем. А вот как добросовестно проводятся работы? Это еще один вопрос. Без спешки можно наделать много ошибок. Или заменить недостающие материалы на некачественные. Или которые просто не соответствуют требованиям проекта. Согласно техзаданию, асфальтобетонное покрытие должно было быть снято и утилизировано. На самом деле мы видим следующее. Что оно снимается в одном месте, а в другое место укладывается. Сверху это все засыпается щебнем. Здесь вот хорошо видно. Здесь покопать. Видно, засыпается щебнем. А потом будет сверху выполнено основание. И как следствие потом это все основание просядет. Им придется все переделывать. Но это не единичный случай. Вот дальше там, где у нас работают сотрудники, то же самое. Сейчас мы туда ближе подойдем, снимем. Представителя от заказчика нигде не видно. Другой участок, место выполнения работы. Видим, то же самое. Снятый асфальтобетон в одном месте, вложим в другое. В качестве основания. Под брусчатку. Улица Зверева. Мы идем по тротуарной дорожке, которая ведет к детской поликлинике. По проекту она должна быть в два раза шире. Вот как, скажите мне, здесь смогут разойтись две мамы с колясками? Контроль за объектами ведут общественники. При этом чиновники только рапортуют, что у них все под контролем. Но люди не дураки. В отличие от заказчиков таких работ, они все видят и говорят открыто о состоянии дел. При этом подрядчик спокойно делает замену материалов, упрощая себе работу, а возможно и уменьшает свои затраты. Возникает вопрос, почему проектировщик так легко изменяет проект? В ущерб жителям города Ачинска и в угоду безответственного подрядчика. А ответ можно легко найти, сопоставив фамилии представителя подрядчика и проектировщика. Они одинаковые. Совпадение, однофамильцы, не думаю. Но вернемся опять к изначальному проекту. Людям уже не ясно, где теперь будет ледяной городок, елка на Новый год. А ведь он не за горами. Опять же, если строительство к этому времени будет закончено. Но и в дальнейшем эксплуатация и обслуживание благоустроенных объектов принесет немало сюрпризов, о которых пока еще даже никто не думает. Но это будет другая история. История с продолжением. Поэтому итоги подводить пока рано. Остается только ждать. А ждать уже постепенно входит в привычку Ачинсов. Вот только хотелось бы, чтобы реальность не обманула наши ожидания. В тихом омуте черти водятся. Глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который был абсолютно не публичен на протяжении 5 лет своего правления, был задержан по статье 293, часть 1, халатность. Итак, рассказываю, что же произошло. Действия происходят в период с 2016 по 2018 год. Виктор Яровицкий, помимо того, что он бизнесмен, оказался еще и дальновидным человеком. Он знал, что администрация Ачинского района будет приобретать жилье для детей-сирот. И тут, как говорится, мутные схемы в голове рождаются сами собой. Виктор приобрел двухэтажное нежилое здание в ключах из-под какой-то старой конторы всего за 200 тысяч рублей. Сделал ремонт, переоборудовал под квартиры и зарегистрировал как жилое. Позже эти квартиры и были проданы администрации Ачинского района. На общую сумму 6,5 миллионов рублей для предоставления в социальный найм детям-сиротам. Евгений Розенчугов, глава Ачинского района, обвиняется в том, что он принял это здание и почему-то не провел проверку на соответствие требованиям технического задания. Возможно, Евгений Иванович понимал, что подобное здание никаких проверок не пройдет. И тогда перечисление денег Яровицкому станет невозможным. А чиновнику, видимо, очень хотелось вместе с предпринимателем их освоить. Вот тот самый дом, который приобрела администрация Ачинского района для детей-сирот. Сегодня мы лично убедились, что он абсолютно непригоден для жизни. Плесень, вот эта вот плесень, мы ее сушим, 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 сушим и не знаем. Мы сейчас вот отопление дали, надеемся, что батареи мы еще надставили. Надеемся, что может как-то получше, не знаю. Наказание за статью «Халатность» это штрафы, исправительные работы или арест до трех месяцев. Лишение свободы санкция статьи вообще не предусматривает. В отношении Евгения Розенчугова суд избрал меру пресечения. Запрет определенных действий на 28 дней. Нельзя с 10 вечера до 6 утра выходить из дома. Нельзя общаться с людьми, проходящими по делу. Хотя непонятно, как век технологий они все это проконтролируют. И сейчас самое жесткое. Нельзя получать или отправлять письма, посылки или бандероли. Запрещается пользоваться телефоном, интернетом. И это тоже абсолютно непонятно, как они будут контролировать. Задержали Евгения сотрудники ГИБДД. Когда он ехал со своим водителем, при этом находясь в федеральном розыске. Че убегал? А? Че убегал? А че ты гоняешь? Как так работает полиция и следствие? Человек находится в розыске. При этом его постоянно видят в городе и на работе. А может быть, Розенчугов обладает сверхсилой быть невидимым для работников правоохранительных органов? Но в районе, помимо событий, связанных с главой, прошли выборы депутатов райсовета, который значительно обновился. Многие заговорили о том, что партия «Единая Россия» смогла взять ситуацию под контроль, заручившись поддержкой одного из градообразующих предприятий, надеясь на полную смену власти. Стоит напомнить, что председатель райсовета Сергей Куранин и глава района Евгений Розенчугов пять лет назад вошли в районную власть при поддержке Анатолия Быкова, представляя партию «Патриоты России». Задачей края было поставлено ситуацию переломить. И судя по результатам выборов, многим казалось, что она выполнена. Но нет, на этой неделе депутаты выбрали нового председателя. Им оказался предыдущий Сергей Куранин. На этой неделе мы встретились с ним и задали несколько вопросов. Скажите, как вам удалось стать председателем? Ведь Край вас не поддерживал. Ну, я должен на этот вопрос ответить однозначно. Край меня не поддерживал и в 2015 году, Край меня не поддерживал и в 2020 году. Я говорю без пафоса, без всякого. Я на поддержке Края не надеюсь. Я надеюсь на поддержку, прежде всего, населения, избирателей и своих коллег, которые мне оказали доверие. И я думаю, учитывая опыт прошлых лет, ну, этот, скажем так, сезон будет, наверное, совсем по-другому. Более целенаправленно, более, наверное, отдача будет гораздо положительной, чем было. Все-таки учтите, я же не всегда буду председателем. Поэтому я учту ошибки. А вы учите ошибки. А не могли бы вам, может быть, сказать, какие были сделаны ошибки? Ну, во-первых, изначально, да, после вот того, как у нас собрались мы, ошибки начались с разногласий. Ну, и с разногласий довольно-таки, знаете, меркантильные. Кто-то захотел подряд, да, ему не дали депутат, к которому шли командой, да, главы района. Кто-то получил, он недоволен и так далее, и так далее. Когда-то кто-то там произнес, что деньги их рассорят. Действительно, деньги рассорили, деньги комбинаты эти 408 миллионов, большую часть депутатов рассорили, да, между собой. Кто-то считал, что нужно их направить туда, кто-то туда. Кто-то посчитал, а так оно и было, что их растратили не очень эффективно. Например, вставляли окна под войной цене. Ну, к сожалению, мы это писали, не доказали. Поэтому, поэтому, вот нынешний состав, да, я смотрю, все пришли мужики такие моложавые. Самостоятельные, не под кем, ну, вульгарно выражаясь, не ходящие, так сказать. Поэтому у них будет своя точка зрения, и я думаю, точка зрения будет нормальная, хозяйственная такая. Ну, интересы все-таки района. Если сегодня надо было заменить котел в Тарутино, сейчас, как мы сейчас собирались, да, так его и будут менять, а не откладывать, знаете, на март месяц, как у нас это было. А можете какой-нибудь комментарий дать все-таки по новому составу, вот, чем он отличается от прошлого? Ну, если с политической точки зрения, да, то от прошлого созыва он отличается тем, что сегодня представитель, например, компании «Русал» всего три человека. А в 2015 году было семь человек, вот, чисто работников, представителей «Русала». Вот, вот этим он отличается с точки зрения, ну, наверное, где кто как работает. И пришли в основном все руководители. Еще отличается тем этот состав, ну, я считаю, что это не в лучшую сторону, что сельхозпроизводителей осталось, ну, фактически, я считаю, наверное, один. Это представители его агросферы и немножко Виктор Владимирович Колпаков, который занимается овцеводством, у которого сегодня 200 голов овец, да, вот они и все. Остальные в основном промышленники, бизнесмены, ну, и так далее. К сожалению, ну, наверное, все-таки нет ни одного преподавателя, если я не ошибаюсь, ни одного директора школы. То есть очень, ну, печально, что со стороны социальной сферы, как бы нет представителей. С каждой области жизни, скажем так, не хватает, да. Хотелось бы образования, хотелось бы более сельского хозяйства, ну, и так далее. Все-таки район сельскохозяйственный. Почему меня иногда вопрекают, корень-то голосуешь, сельскохозяйственные деньги? Да, у нас в районе слабенькая материально-техническая база сельского хозяйства, если не считать агросферу, ну, там, допустим, ушаков тоже ничего вот так. А остальные это все мыкаются, бедолаги. Загон сделают, овец купят, надо же тоже какую-то базу делать и технику и прочее, прочее. Да, эти деньги выделяются на программы сельского хозяйства, ну, под программу, как разработает администрация, туда деньги направятся. Если на растеневодца, значит, да. Если там на удобрения, значит, да. Но это их прегатива. Наши выделить, а им разработать, чтобы это было действительно в дело пошло. У Евгения Розенчугова всегда хромала отчетность. А какие еще претензии были у депутатов к главе района? Глава района как бы демонстративно показывал неуважение к районному совету депутатов. Меня именно это коробило. То есть 31 декабря он сдавал отчет за прошлый год. Ну, что ему мешало сдать 1 мая как губернатор? Он первый раз отчитался, положил положительную оценку. Положительного тоже было достаточно. И ему бы ставили депутаты положительную оценку, если бы он доказал. Но вот это вот нежелание, это и раздражало депутатов. Нарастал вот этот ком. Неправильное, наверное, поведение. Сегодня мало быть хозяйственником, как говорят. Надо ставить хозяйственника. Сегодня нужно еще быть и чиновником, и аппаратчиком. И понимать эти все вещи. И сглаживать их. О работе администрации Ачинского района за последние 5 лет говорят много плохого. Может быть было и что-то хорошее в их деятельности? Нет, я могу и сказать хорошее. Все-таки вот тот 16-й год, да. Я могу сказать хорошее и про Русал, который дали нам 11 миллионов помощи. На который мы ставили в основном в школах окна, двери. Это очень за единство. Были завышенные цены подрядчикам. Но это уже другой грех. Это им спасибо большое. Это очень было хорошее подспорье. К сожалению, потом они понимали, что это 400 миллионов. Но, наверное, решали, что нам хватит. Ну да, действительно нам хватило. Поэтому много было сделано. Ну и, наверное, все-таки и в ЖКХ, и трассы мы переделывали, и котлы новые заказывали. То есть вот та текущая работа нашла, она шла положительно. Ну, единственное, что эти недостатки, что не вовремя там. Запозднялись. Ну и так далее. Все равно, и мы, видите, вот по показателям институционным хорошо. Это спасибо, конечно, не чиновникам района. Это спасибо тем людям, которые сегодня работают в районе, которые внесены в реестр сельхозпроизводителей. Это спасибо той же агросферы, которая там вложила около 200 миллионов различной сушилки. Это спасибо ООО «Хозяин», который построил тоже это. Все даже городские сельскохозяйственные предприятия, они входят в реестр сельхозпроизводителей. И потом вот эти все плюсы, они стекаются на район. Поэтому мы выходим практически в крае на первое место. Не, много положительных моментов. Ну, вот считай, что ненормальная работа. Ну, опять переходим на ненормальности, переходим. Поэтому хотелось бы положительное вспомнить. Иногда отрицательность. Когда хорошо, это хорошо. Так и должно быть, чтобы было хорошо. Это, я считаю, все-таки нужно видеть недостатки, а не то, что там хорошее. Аппарат сегодня вот. Ну, что это такое, Часовский сейчас сказал. Ну, нету ни одного юриста. Сегодня некому разработать консессию до конца, до ума довести. Это ж ненормально. Нету ни одного зама. Вот он порхается один. Скажите, что жителям Ачинского района ждать от нового состава депутатов? Ну, я думаю, мы примем все-таки сбалансированный бюджет. Я думаю, мы его примем с первого раза. Потому что вот тех, все-таки будем работать на комиссиях. Это будет радовать. Как вы помните, у нас постоянно в этом были стычки по бюджету. Сегодня, в принципе, район на 85% дотационный. Поэтому делить нам особо будет нечего в этом плане. Ну, наверное, рутинная работа будет в следующем году. Я думаю, в этом году будет формироваться структура новой администрации. Я думаю, придут молодые, относительно молодые, 40-50-летние мужики сюда. И главой района, и его заместителями. И думаю, именно они должны вытащить сегодня район, чтобы о нас как можно меньше говорили плохого, и как можно больше хорошего. Я на это надеюсь. Скажите, каким должен быть глава района, и как вы видите, или кого вы видите на этом посту? Каким должен быть глава района, это, конечно, классический вопрос. Я считаю, что деловой. Это раз. Я считаю, что он должен быть, а это как бы присуще всем чиновникам. Ведь и сегодня президент говорит, что если бы я всех выгнал, кто приворовывает, то работать было с кем. Поэтому не очень вороватый, а лучше, чтобы вообще не вороватый был. Я бы хотел, чтобы глава сегодня понимал, что без депутатского корпуса спокойно и комфортно ему работать не придется. И потому что я такой, и коллеги у меня такие все требовательные. Я бы хотел, чтобы сегодня глава пришел, ну, умел, наверное, наладить контакт с краевой власти. Хотя у нас, в принципе, конфликтов и не было. Хотя и сегодняшнюю главу, может, краевая власть не хотела, но сгладилась, терпилась, там пригладилась. Ну и, наверное, может быть, даже и приятные наружности, чтобы глава был, чтобы он импонировал людям. Я хотел бы, чтобы глава встречался вот из опыта предыдущих глав, да, взять Тамару Иванову Осипову, которая выезжала чуть ли не ежедневно на территорию, чтобы все-таки глава встречался. Сегодня что деревенскому человеку нужно? Ему нужно высказаться кому-то, и все. Не надо там, допустим, даже если нет возможности что-то делать, но ты выслушай человека, имей к нему, конечно, уважение. Я хотел бы, чтобы глава был, навел порядок с тем, чтобы жители перестали ходить в район сегодня. Потому что их сегодня и отпинывают, и не пытаются сделать консультации. Отношение такое, знаете, ну, не очень хорошее отношение сельскому жителю. Вот, унизительно, я бы сказал. А нужно человека встречать и радушно, и объяснять. Не все специалисты. Вот, примерно, такой должен быть глава, я считаю. Ну, конечно, основная задача главы – это пополнять бюджет Ачинского района. Через что у нас есть возможность издачи имущества, у нас есть возможность разговаривать с комбинатом, я так думаю, что какой-то помощи, либо есть такие и конкретные вопросы, что сегодня и комбинат где-то что-то от нас не додает, чтобы он это нам все додал, ну и тому подобное. Ну, а кого вы видите на этом посту? Я конкретно не могу сказать. Ну, на сегодняшний день как-то тишина, может, просто дней прошло мало. Видите ли, те мои оппоненты, они, конечно, не надеялись, что, значит, председание выберут Курен Сергея Александровича. Как и в 2015 году мой, так сказать, там тезка, он тоже шел на председателя и заявил, что у меня 18 человек, я побеждаю. Но, к сожалению, он проиграл. Это я имею в виду по главе района, да? По председателю тогда не было такой конкуренции. Поэтому я все-таки вижу и человека нейтрального, непредставителя русала, сразу скажу. Или, может быть, это может быть представитель окор русаловский, скажем так. Ну, может, какой-то их неподрядчик проверенный или еще что-то. Я все-таки вижу это человека, проживающего на территории района, потому что сегодня трудно понять, живя в городе. Вот примерно так. А себя вы не видите? Себя я не вижу. Я в 2015 году себя не предлагал, хотя коллеги говорили, иди, иди. Зачем? Я вот как бы хотел быть над этим. Ну, пусть идут более такие ребята, которые энергичные, хоть я тоже энергичный. Ну, пусть пробуют. У них все впереди, у меня, возможно, уже все позади. Вот сейчас, так скажем, молодежь, кто пришел, чего им не хватает? Ну, мне тяжело сказать, потому что прошло всего два дня. Я не могу понять, чего им не хватает. Но те, которые были ко мне близки, да, им не нужны сегодня должности в районе, как и в 2015 году. Никто здесь не собирается ни на главу, ни на замглаву, ни на начальника отдела. Я вам откровенно скажу. Поэтому это люди, может быть, часть депутатов, да, там, намеренно была. Кто-то из них хотел стать главой, ну, конечно, один человек, там, не все же. Кто-то хотел председателем, ну, жизнь корректирует, свое. Поэтому, чего они хотят? Ну, наверное, как и все люди, благополучие в семье, хорошие зарплаты. Я вот с одним разговаривал депутатом, говорю, ты не хочешь пойти заместителем? Ну, вижу, парень хороший, молодой, умный. Он говорит, нет, я лучше буду мотаться в Красноярск, там зарплата больше, понимаете. Сейчас не совсем, ну, вот этот престиж, что ли, чиновника, тем более не очень богатый район, не очень, как бы, привлекает таких деятельных парней, которые, может быть, где-то ценятся там в другом месте. Поэтому трудно вот так понять. Я бы, конечно, не хотел, чтобы главой был, ну, человек уже, наверное, за пенсионного возраста. Потому что сегодня надо понимать, что, ну, изменились времена. Нельзя жить временами еще Советского Союза. Вы-то молодые люди, не помните. Нельзя думать, что тебе сегодня кто-то придет и поможет, скажет, тебе не надо, нет. Надо быть вот креативным, как вы сегодня молодые. И не рассчитывать на кого-то, рассчитывать только на свои силы. Сегодня вот объезжая, да, ну, не первый раз, конечно, идем на выборы и живя в это, молодежь не очень хорошо себя в районе чувствует. Не очень интересная тематика. Я сейчас смотрю даже дискотеки как-то это ушли, все на оболь. Я даже затрудняюсь вот у себя в деревне, смотрю в город. Ну, все тусуются, как в старые времена, возле магазина, где-то там возле... Не хочу сказать, что они пьют, там плохие, хорошие ребята. Днем они хорошие. Но вот занять их чем вечером, это вот, мне кажется, нужно этому уделить внимание. Почему за этот период было это упущено? Потому что, может быть, и заместители, главы, те, которые отвечали именно за эти вещи, были увлечены другим. Политической борьбой, борьбой с районным советом, с доказательством, что они выше, они хорошие, а мы тут депутаты, никто. Ну, увлеклись ребята не тем, чем надо было. Надо было заниматься своей работой, и все было бы по-другому. То есть есть немного ощущение, что взрослые дяденьки пока решали, кто из них главный, забыли по молодежи. Да, согласен, принимаю эту критику, принимаю. Но, видите, надо понимать полномочия. Нам как бы, если все нормально, да, к тебе прислушивается. Но если когда вот ходишь в конфликтную ситуацию, они понимают, что это не наши полномочия им что-то там говорить, приказы наши, вот, утвердить бюджет, там, наметить какие-то планы, заставить их контролировать, ну, получилось, как получилось. Я вот говорю, что молодежь, люди, не заняты. У нас много хороших спортсменов, ребят, активных. Вот, поэтому, ну, вот, я вот сказал именно о той части молодежи, которая, знаете, в небольших деревеньках. Вот взять, у нас есть деревня Ольховка, есть клуб. Клуб настолько убогий. Деревянные доски, которые постелили люди сами, нету зеркала в клубе, понимаете, а там проживает. Ну, если по избирателям 160 человек. Ну, вот это отношение коробит. Почему сегодня руководитель всей клубной системы не обратил на это внимание? Вот почему? Мы говорим, мы это видим. Ну, как-то вот они все по-своему решают неправильно. Поэтому будем менять кое-кого на других людей. Стоит отметить, что именно депутаты будут избирать главу Ачинского района. Из кандидатов, прошедших конкурсный отбор и получивших одобрение специально созданной комиссии. По имеющейся у нас информации, битва за эту должность может быть нешуточная. За П-24, говорит Ачинск. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok